Саша, ну вот книжку ты купил про Квинн. Она, я так понял, очень смешная. Ты мне сейчас просто сказал такие факты, что я не мог это не записать, потому что это просто какой-то, блядь, абсурд. Кто заразил Фредди спидом? Фредди, там, в общем, был такой персонаж, Григорий какой-то, я не помню фамилию. Русский он был, военнослужащий, офицер. И был там у них три клуба, ну, Бермудский треугольник назывался. Такой он был, это самое. И вот они тусовались, и вот в одном из этих клубов этот Гриша был. Офицер Гриша. И вот они там друг друга подцепляли, ну, все друг друга там. И вот Фредди думает, что это Гриша его. Со специальным заданием приехал Гриша в Лондон. Заразить Фредди. Меркурий, чтоб он, блядь, сдох от спида. Охренеть. Ты представляешь, какая хиротень? О-о-о-о. Во Григории, во Григории. Уделал таки Фредди. Почти Распунтина. Блин, охренеть можно. И вот эта вот вся книжка, я так понимаю, там... У них была турне, они выпустили альбом в таком-то году. И опять про Фредди там. И опять понеслась, да. Но была у него там Мэри Остин. Она как бы... Порнозвезда? Нет. Порнозвезда это Барбара Валентина. А, ну-ну-ну. А Мэри Остин, он с ней как бы с самой юности там. Они любили друг друга. Ну и он ей все завещал в итоге. Они как бы это... И у нее и муж, и дети были. А как бы они все равно поддерживали связь друг с другом. Ну понятно. И он, когда умер, она всех выгнала из этого, из дома. Всех вот этих вот гомосеков. Всех гомосеков, да. И сказала все, до свидания. До свидания. А он ей подписал дом. А Гриша? Гриша там уже канул. Небудь я. На подводной лодке уплыл. Come back in USSO. Во, Гриша. Блин, охренеть. Тут понятное дело, почему тут американдосы говорят, что русские вмешиваются в выборы. Русские везде вмешиваются, блин. Во как, блин. Ну там был Танчжун, Дэвид Боу. Все его дружки, да? Да. Все его дружки. Мик Джаггер там тоже баловался. Баловался? Ни хрена себе. А Мик Джаггер-то уже чего? Да хрен. Может у них мода была. Мода? В то время такая. Драть друг друга в сраке. Вот это мода. Я давно еще читал или слышал, что жена, то ли Мик Джаггера, то ли Дэвида Боуа, пришла домой, заходит в спальню, а там Джаггер с Боуа в постели. Охренеть. Охренеть. Вот охрена такие книжки выпускать, блин. Ну это я еще давно читал. Охренеть. Короче, Саша, лучше русских рок-героев никого нет. Да, да, нет, базара нет. Так и есть. Русский рок-герой это человек, блядь, с какой-то целью и стремлением, блядь, и правильным образом жизни. Ну, алкоголь, блядь, мы скидываем с этой темы, потому что без алкоголя в нашей стране никуда, иначе можно сойти с ума нахрен. А вся западная шушера это так себе, блядь. У них как мода, так давай, блядь, в жопу друг друга драть. И всем вот заканчивается вот это вот хренотенье. Да. Короче, эту книжку мы советовать для чтения... Одну звездочку. Одну звездочку поставим. Так как там, блядь, пропаганда, блядь, какой-то пидорости, гребанная. Моносексуализм. Да. Вот я все жду, когда выпустят книгу про сектор газа. Ага. Нет такой книги? Ну, пока не видел. Не видел. Вот хочу про оргазм Нострадамуса и про сектор газа, чтобы выпустили книгу. А свою книгу мы чуть-чуть попозже напишем. Ну, все, Саш, давай, спасибо. Ты у нас как знатный библиотекарь. Свети.